я не проснулся еще всем привет с вами я сегодня у нас точно будет состав 109 новой рингой москва и я дальше неизвестно может быть будут какие-то там не знаю консервации вагонов я не знаю будет ли вагон сегодня в рамках то 3 по ремонту или нет и вроде все надеюсь сейчас завтракаю пью кофе от бориса розенфельда просыпаемся просыпаемся выпечку целый пакет взял у меня здесь и сосиска в тесте и беляши и пирожки зеленого лука так все собираемся ой переодеваемся завтракаем и сейчас еще до 9 часов утра вроде когда должен написать мне подписчик прийти или приехать на вокзал я ему отдам утешительный приз котором благополучно выиграл на стриме надеюсь к этому времени успею сейчас переодеться позавтракать все заставочку давайте заставочку ну вот просидела в офисе час 20 дождался сообщения димы от подписчика сходил на вокзал мы встретились отдал утешительный приз дима я еще раз тебя поздравляю с победой ну и конечно же с экрана тебе привет большой сейчас нахожусь в вагоне который нужно принять он пришел у нас получается был в аренде этот вагон сейчас вот пришел аренда срок аренды закончился нужно его принять посмотреть все ли у нас функционирует здесь теплоноситель в системе посмотреть обогрев и так далее все оборудование наше проверить и еще дополнительно здесь нужно будет блоки управления кнопки смыва перенести из-под унитазов они там внизу наверх за дверку установить чтобы влага на них не попадала ну на провода там так далее сейчас мы этим займемся вот как раз мы пришли сюда в этот вагон вот я сейчас мне до гаечки на 4 забыли вот андрей сейчас убежал за гаечками ну и что еще него сегодня еще по наряду и меритийский курорт перим сегодня есть состав но он с перестоем вот а так еще запросился транзитный поезд 70 чита москва так заряд у нас все ездить сейчас глянем есть заряд это хорошо так так установку подачи воды включим на обе стороны ведь уже сработал датчик холодно в баке давайте включим обогревы это хорошо включились включились утечка 110 24 отсутствует тоже хорошо давайте электрообогревом поработаем посмотрим нагрузку берет берет так слышу с рабочей стороны завелся у нас водяной насос видимо отключился от того что накачал 22 градуса это значит у нас бойлер справим так 18 килограмм водичку накачал как-то не очень вода идет видимо здесь забила фильтр будет его чистить насос завелся подкачивает воду отлично сейчас ребят пойдем на ту сторону посмотрим блоки установки подачи холодной горячей воды а посмотрите кран перекрыт перекрытая вода подачу на бойлер в чем дело мы конечно надо будет посмотреть у нас посмотреть посмотреть что это такое смотрите как дело смотрите здесь кран перекрыт почему так так понятно в обход вот этого тройника и вот этого шарового крана сразу пустили берет в бойлер вот он у нас идет отсюда выход уже на раковину ну почему здесь кран перекрыт давайте откроем так хорошо сейчас сеточку почищу фильтр андрей придет мы с вами там за кожухой сзади счетовой замкнем контактор посмотрим ключи ну когда включится у нас бойлер тем будет не будет греть или может какая-нибудь ошибка вылезет сейчас пока пойдемте на ту сторону я не понимаю почему так сделали почему тройник обошли и пустили напрямую дюрит может быть там грязью забивала слышно как работает вакуумная установка тихо верка 57 вакуумная установка качает индикация не моргает значит ошибок никаких нет здесь тоже 23 градуса показывает бойлер и до 1,9 килограмм давления воды перестал накачивать тебе надо наверно парень вот почему перестал накачивать я кран перекрыт о кран буксу менять барашки менять новые ставить сразу 5 на бойлер вода перекрыта что за странность вот накачал сразу да да оба не держат этот тем более вообще тут поворотный видимо кран букс стоит такое видео закрыл открыл закрыл открыл открыл не такой закручивающийся менять менять что у нас тут происходит но здесь все по старому ландюрит кран всю как-то немножко болтается главное не течет ладно хорошо смеситель под замену ну то есть кран буксы эти вот под замену ясно все посольный насос функционирует скорости переключаются так ну тогда надо будет посмотреть сейчас наличие это соло сейчас достанем наш фонарь где-то нафиг где-то об а не видно что не вижу есть похоже не видно не вижу нет не хочу себя обманывать давайте сделаем сейчас старый дедовский способом проверить сейчас развоздушный кран открою и послушаю как польется есть то соло у нас получается по отметке вот минимум все хорошо ох дядя андрей пришел то соло есть сольник работает вот сам блок управления кнопкой смывая который валялся просто даже не закреплен был просто валялся там внизу специально такая планка металлическая он крепится на нее и сама планка уже крепится вот к стене сейчас прикрепили но здесь ребят что вот с этой стороны что в этом туалете что в том что с ней рабочий стороны все в плачевном состоянии все болтается все на соплях и посмотрите на это посмотрите вот на это посмотрите вот на это как после аренды даже скинуть что я не могу во скидывал вон все окислено вообще здесь такая же фигня все ребят все надо переделывать абсолютно как так сделать это не работает все сейчас зафиксировали засняли на видео правили мастеру сейчас будут составлять соответствующие акты естественно все это надо будет делать восстанавливать по-человечески все вот так я говорил не говорил еще что у вакуумного насоса там конденсатор отводная трубка вон висит болтается и там стоит шаровый кран так он тоже лопнул часть от него там закрученная часть я нашел над люстрой здесь над плафоном там вот так итак прошел у нас обед и сейчас вот после обеда быстренько поели я занимаюсь здесь вот проводка восстанавливал все это вот видите новую клеммочку сделал новый x1 x2 сделал так все закрепил но сейчас мне еще тут немножко все прибрать надо будет чтобы красиво было так у нас закроется и будет хорошо так вот что еще вот у меня сразу фишки я все в офисе в обед приготовил их застряла видите новую все сделал а старые смотрите в каком состоянии в ужасном контакта не было все было закислено вообще все сейчас получается вот с рабочей стороны делаю и пойду на нерабочую сторону еще ребята вместо замены кран-букс и барашков мастер распорядился сказал поставь сразу новый смеситель хорошо ладно так же проще будет две гайки открутил прокладки поменял посадил ну это сейчас все увидите здесь у меня бумаги сразу лежат проходящий пояс не забываем я уже говорил да семидесятый у нас чита москва идет с засором или я не говорил про транзитный пояс не только говорил уже не помню так блин нога затекла ой сидел тут сейчас прозванивал куда какой провод взять там все главное не ошибиться все по нумерации пока это все временно червадан сюда вылезу так так сюда положу пока Андрей у нас ребята сегодня ведь не за электрика а за слесаря трубочку я еще тут менял новый удел с вакуумного прерывателя вон старая клеммка треснутая кстати одного мне болтать не хватает все неисправно я тут не оставляю да что ты будешь делать сколько я тебе запинаться еще буду запчасти не оставляем пригодится ой в смысле пригодится запчасти не оставляем надо будет все сдавать мастеру вот я имею ввиду что за собой мусор тоже нельзя оставлять пригодится куда это пригодится все неисправно как директор iter как в а то и и у нас транзитный пояс сейчас будет скоро там заявка засор магистрали смыва башни как-то так но ребята транзитных остановках времени мало но вряд ли получится такой засор возможно там и камень мочевой скопился резинки более-менее лучше поставить новые давайте варежки не будете мучить варежки так и и и Что, чуть-чуть эксцентрики не сходятся? Да ладно, быть такого не может. Точно, назад чуть крутануть надо что-ли. Башню скрывать короче на проходящем поезде бесполезно, снизу трос не полезет. Сверху, по идее, надо бы, как мы делали, помните его в составе Пермь-Симферополь, когда он нас запросил. Мы в восьмом купе разбирали пол и снизу, и в башню трос толкали и в магистраль, и стоили это. Ну там, конечно, и времени тут достаточно было. А сейчас вот стоянка 25 минут. Что мы сделаем? А если еще и горшок не разобран, не подготовлен поездным, и пока его разберем, снимем, попробуем еще гофрированную трубу скинуть, а она там на герметике сидит. Так, сейчас тихонечко дадим воду и будем смотреть, потечет или нет. Движон потек. Чуть-чуть не дотянули, бежит. Может прокладка такая уже, плохая. Ну, кстати, идет туго. Отлично, ребята. Сильно перетягивать нельзя, передаем резинку. А так хорошо. Вон там вдалеке, видать, Андрей бежит с тросом. Сейчас после 70-го поезда пойдем на 109-й, а там с вагончиком я закончил, все хорошо. Вот только закончил, я только закончил, смотрю, 10 минут остается. А я, блядь, бочку за красную полную, все, полную бочку отправил у нас. На первый путь принимаю. На первый путь принимаю. Сегодня нам повезло прям. И на пятый никуда, а на первый. Здорово. Так спешили, так торопились на транзитный поезд 70-й. Пришли, нам начальник поезда сказал, ребята, так поездной механик еще ночью устранил засор сам. Достал оттуда мусорный пакет из-под белья постельного. Что за интерес такой у пассажиров? Мусорный пакет туда целиком ссывать и пробовать смыть. Зачем? Ну, мы пришли еще раз, протестировали, что все работает. Я заснял на видео, подписал акт осмотра. Сейчас Андрей пошел в контору, я ему все отдал. Трос, бумаги, лишние запчасти. А сам пошел сейчас на 109-й поезд. Сейчас уже ПДК-комиссия начнется, а я еще там не был. Ну, там сегодня у нас еще немного, 4 вагона. Быстренько сейчас пройдусь, посмотрю. В одном вагоне была запись, что надо чистить сигнализатор уровня жидкости 95%. Как раз его сейчас оградят, уже оградили, вернее. Можно будет спокойно залезть под вагон, почистить. Вот так. А с тем вагоном все в порядке, я все сделал, все закончил. Единственное, что там надо будет вот эти клеммы, которые оставил, заизолировать на изоленту. У меня изоленты нет, кстати. Надо у мастера взять изоленту. Все. Пойдемте. Состав холодный. Сейчас включу все обогревы. Тасольная, электро. И посмотрим. Упечки нет, хорошо. Это хорошо. Наличие тасола я тоже посмотрел. Ой! Чуть не упал. Об коврик он запнулся. Наличие тасола я посмотрел. Все хорошо, все есть. Блоки осмотрел, тоже закреплены. Все классно. Сейчас запись посмотрим, что такое тут пишут. А это старая запись. За октябрь еще. О, надписано. Алексей делал. Хорошо. Записи значит нет. Поиск НБ. Есть утечка, но не наша. Отопление туалетов включили, но в автоматическом режиме у нас тасолка не включилась, значит в баке тепло. Обогрев труб котельный, сливных. Выключаем. Ти куда собрал листочек. Андрей еще не пропечатывал то, что откачивал-то. Ладно, записи нет. Все хорошо. Так, тасол есть, но минимум. Но есть. Вагон прицепной у нас. Видно, что вот датчики сработали. В баке холодно. Обогрев не включен. Включаем. Включается автоматически электро. А почему-то сольный не загорелся. Должен был тасол не загореться вот здесь. Надо проверить, почему так. Так, где у нас предохранители с той стороны? Работает. Даже слышно, как там булькает. Но при этом индикация не загорается. Ну ладно, главное, что работают. Осторожно. Здравствуйте. Можно в старом ящике забрать документы? Это мы, да. В том лежало, да, ящике? Это заказная письма. Перенчаева, Надежда, все, верно. Там по привлечению мы не будем, мы все это заплатили. А вы уже оплатили 19-й ящик? Да, вот документы сейчас я вам вышлю. 19-й ящик оплатили уже. Но без этого пока не спрашивают. Там за мной такая очередь стала. Так, вперед. Как вы уже поняли, я на следующий день после работы с утра бегаю, отправляю призы, которые были разыграны на стриме. И вот сейчас в почте России пришел, три окна работают. В каждом окне там по два-три человека стоят. Пока я оформлял отправление, все это долго, те два окна ушли на обед люди. И все, за мной такая очередь скопилась. И я так посмотрел. Там и по юридике, скажите мне, да, юридические лица стояли в очереди по абонентским ящикам от каких-то фирм. Там и пенсионеры пришли за квартиру платить, там и отправление. Короче, там народу было, я всех собрал. Быстренько все сделал, отправил сейчас два подарка. Вот сейчас передвигаюсь в СДЭК. Сейчас все СДЭКом отправлю, остальные. И не все призы я отправил, потому что на полувагон, на ручку в виде Сапсана и на тепловоз ЧМЭ до сих пор люди, ну, подписчики мне не написали, куда им отправлять. Ну, пока кто есть, вот, отправляю быстренько. Пути железнодорожные трамвайные меняют довольно-таки давно уже. Но их поменяли, а трамвай не запускают только в том, ой, в том, говорю. В случае того, что там далее расширяют, меняют мост, мост шестиполосный делают. И там как бы, ну, дальше нет движения. Все, тупик пока. Стройка идет. Вот, поэтому пути положили здесь новые, а трамвай не ходят. А вот я уже почти пришел. Пока кот любуется погодой за окном, ну, и там иногда оптички пролетают. Давайте с вами подведем итоги и закончим данный видеоролик. Так, ребята, сейчас произошел такой небольшой неприятный случай в сдеке. Я пришел, когда я два-то приза точно отправил, а вот утешительный приз для Марины не получилось, потому что она не оставила мне свою фамилию. Оставила адрес, оставила номер телефона, а вот фамилию не оставила. И я, значит, все оформил и без фамилии сказали никак. У нас там, как они говорят, база или программа не его бьет, не пробьет, не получится никак. Нужна фамилия. Я в телеграм-канале Марине написал, пожалуйста, мне нужна ваша фамилия. Но Марины, к сожалению, в сети нет, но у меня же есть ее номер телефона. Я звонил несколько раз, но все тщательно. Марина мне так и не ответила, и утешительный приз ей так и не получилось отправить. Но я думаю, что в течение дня она мне ответит, и если что, я могу... Завтра у меня еще один выходной. Завтра выходной! Два выходных, офигеть! Вот, и если что, так я могу завтра сходить отправить. И, как я говорил, ручка, полувагон и ЧМР тепловоз остаются пока. И мне еще не отписались никто, кому отправлять, кто вы. И вот, пожалуйста, ребята, если вы будете писать, я знаю, что вы на стриме выиграли. Правила таковы, что вот, нужен номер телефона, адрес, фамилия, имя. Это в сдеке. И все остальное также на почте, но и отчество. Вот на почте еще и отчество просят. Но вошли в положение. Я плечами, пожалуйста, сказал, ну, простите, пожалуйста, но я не знаю отчество. Отправили так. Ну, приняли у меня посылки. Ой, посылки, пускай будут посылки, призы, ладно. Поэтому пишите мне, пожалуйста, в ВК-сообщество, либо в Телеграм. В Телеграме, нет, наверное, нет, в Телеграме, потому что общий чат. А в ВК-сообщество вы можете мне написать лично. Так вот, пишите мне в ВК-сообщество лично свои данные. Ну, вот адрес, номер телефона и фамилию, имя, отчество. И вот тогда я спокойненько приду уже и отправлю вам ваши призы. Отзовитесь, пожалуйста. ЧМР, тепловоз, ручка в виде Сапсана и полувагон. Вот три приза остались. Пока что никто не отозвался. Вот. Смена была у меня, ребят, вчера замечательная. Работы было немного, состав был маленький. Вагонов в рамках ТО-3 не было, ТО-2 уже закончилось всё. Я не знаю, под Новый год сплывёт какой-нибудь ТО-2 не сплывёт. Ну, ладно. А вот сегодня просили выйти на подработку, но вызвался Андрей. Не знаю почему, но я сразу сказал, я не могу. Мне надо СДЭК, почту, у меня дома дела свои. Вот сегодня у них два больших состава, но ещё есть вагон в рамках ТО-3. Поэтому вчера нам мастер попросил, ребята, кто-то из вас может завтра выйти на помощь? Ну, вот Андрей отозвался, что я выйду. Ну, ладно. А в другой раз, вот сейчас два дня отдохну, потом два дня отработаю. В другой раз, может быть, я выйду помочь Андрею и Алексею. Алексей вышел сейчас с отпуска, и у нас вроде как должны сейчас смены пойти два через два. Но с учётом того, что Новый слесарь выйдет на работу. Он вот вчера, и позавчера его не было, он должен был выйти. Он ездил в больницу какую-то справку забирать. Ну вот, короче, если он выйдет в следующие смены, то будет классно. А если он не выйдет, то Андрей, который из слесарей перевёлся в мою смену ко мне электромехаником, он будет за слесаря работать. Ну и немножко мне помогать. Если так дело дальше пойдёт, то, получается, в той смене слесарь, он сейчас в отпуске. Нет, на больничном. Николай ушёл на больничный. Там такая путаница сейчас, короче. Вот, и если Николай ушёл на больничный на неопределённый срок, потому что у него большая болячка, то, получается, в ту смену там слесарь, слесарем кто-то должен тоже выходить? Да. В нашей смене слесарь в отпуске, он придёт с отпуска, будет у нас работать, вот. А там... Ладно, ребят, буду на работе, всё разузнаю точно и уже расскажу, как, что у нас происходит. Но пока, я надеюсь, пойдёт сейчас график два через два. Всё классно, всё здорово. Всё, ребят, призы отправил некоторые, на некоторые, блин, не отозвались. Ну, ладно, может быть, ещё отпишутся. Вот. Всё тогда, ребят, я с вами буду прощаться. Хочу вас всех поблагодарить за ваши просмотры, комментарии, за ваши советы, активность на канале. Особенно хочу поблагодарить наших подписчиков, которые меня поддерживают финансово. Спасибо вам всем большое. Ну и всё, ребят. Всё. С вами был я. Улыбайтесь. Вам это идёт. Я желаю вам здоровья и не только вам, и вашим родным и близким. И не забывайте, что реквизиты для вашей поддержки в описании под данным видеороликом есть. Ну и также же все ссылки на ВК-сообщество, Телеграм-канал и Утуб-канал. Кстати, вот видите, Рутуб новый видеоролик выложился. Сейчас буду планировать его публикацию. И что? И всё. Всем счастья. Всем добра. Пока-пока. До новых свежих видеороликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова